Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. У меня часто бывает такое, что с утра хорошее настроение. Хочется жить, творить, добиваться своих целей, много мечтаю о счастливом будущем, а к вечеру очень грустно. Хочется плакать, не носить себе увечья, обработать желание жить. Скажите, что с этим делать и нормально ли это? Ну, вопрос к нормальности здесь, наверное, мы конкретно отсылать не будем, потому что, на мой взгляд, это не совсем этично, да и оценку выносить какую-то не хотелось бы. Вот. Я подхожу обычно к оценке, нормально или нет. В общем, в целом, ну, с такой, как мне кажется, довольно простой и лаконичный, но самое главное, всем понятной позиции. Вот. Эта позиция связана именно с качеством жизни. То есть, ну, вот есть у нас, условно говоря, качество жизни, когда человек чувствует, что его качество жизни снижается, например. А если человек такое чувствует, если человек чувствует, что его качество жизни снижается, то, наверное, для него это ненормально. Там, если качество снижения качества жизни, это главный доказатель того, насколько человек живет в гармонии с собой. Вот. Ну, вот, собственно, такая история. Что касается вашего состояния, того, что вы описали, то я бы здесь, наверное, сказал бы следующее, что, на мой взгляд, речь идёт, если мы берём конкретно, речь идёт о том, что у вас низкий эмоциональный интеллект, то есть что-то происходит, вы чего этого не замечаете, и, соответственно, просто сталкиваетесь с определёнными, что называется, последствиями, ну, не более того. Вот, если вы замечаете только постфактум, то, что происходит, ну, вот, замечать постфактум неприятно, болезненно, тяжело, кажется, что вообще, ну, не успеваешь и не понимаешь, что вообще с тобой происходит, вот, Поэтому здесь, конечно, нужно развивать эмоциональный интеллект, создавать, чтобы более, более внимательно к себе, быть более внимательным к себе, к себе и к себе, и создавать, чтобы лучше понимать, чего вообще со мной происходит, да, и как мне вообще жить с этим, вот, и, в общем, в целом, что мне вообще, ну, вообще, что мне делать, вот. Это первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Второе, это уже, наверное, куда более очевидная история, связанная с тем, что у вас то взлёты, получается, такие вот, то взлёты, то, ну, подавление, вот. Когда человек сталкивается с таким, с таким аспектом, то есть, когда человек сталкивается с то, со взлётами, то, с подавлением, то можно говорить о том, что, ну, есть, конечно же, вероятные, вероятные какие-то вот физиологические, физиологические причины для того, чтобы так себя чувствовать, так себя ощущать. Вот, поэтому, чтобы исключить, чтобы исключить возможность от такого момента, крайне желательно, чтобы вы, ну, вот, обратились в гаражер, вот, и посмотрели относительно того, вот, все ли у вас в порядке с хими... с химией тела. Вот. Если с химией тела всё хорошо, то проблематика, ну, вот, вот, чисто такой. Такой. Эм... 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 Ну... Психологический. Эм... Я... Я бы даже сказал... Эм... Психо... Эм... Психо... Эм... Ну, психогенный... Характер. И в этом случае, если... Природа... А... Вашего... Состояния... А... Является... Психогенной... то работать с ним нужно, как мне кажется, в этом же ключе, вот, то есть посредством психотерапии, конечно же. Вот, как-то, пожалуй, так я бы ответил вам на вопрос, который вы сейчас задаете. Надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо.